Коронавирус не сдается. Власть вводит новые ограничения, а больницы увеличивают количество коек. Ситуация контролируемая, но расслабляться рано. Подробности? Срок между строк. Как виртуальные комментарии могут привести к реальному приговору? Познавали мои коллеги. Создать семью. Для тех, кому повезло, это дело не кажется сложным. Но в жизни бывает всякое. Центр создания семьи помогает тем, кому непросто найти вторую половину. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмель. В Дагестане увеличили количество коек для пациентов с COVID-19. Это связано с ростом числа госпитализаций. В стационарах уже развернуто 3613 коек. Отмечается, что долгое время количество ковидных коек в медицинских организациях Дагестана не менялось, так как заболеваемость держалась на одном уровне. Однако уже вторую неделю подряд в республике наблюдается рост числа госпитализаций с подозрением на коронавирус. На неделе только за одни сутки было госпитализировано 304 пациента с подозрением на COVID-19. На эпидемиологическую угрозу отреагировали и республиканские СМИ. Все государственные газеты республики вышли в свет с одинаковой первой полосой. Аналогичные противовирусные постеры, выдержанные в едином стиле, можно будет увидеть и в сетевых изданиях, в аккаунтах, в социальных сетях и мессенджерах. Тем самым журналисты подхватили инициативу Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана, цель которой, еще раз напомнить всем, COVID-19 никуда не ушел. С учетом ухудшающейся эпид-обстановки в республике министерствам было предложено подведомственным СМИ провести такую акцию. Главные редакторы с удовольствием отозвались на этот призыв. И вот сегодня вышла передавица на национальных языках Дагестана, «Дагестанская правда», «Молодежь Дагестана». Таким образом, мы попытались хоть немножечко укрепить в сознании дагестанцев то, что банальная медицинская маска может намного снизить вероятность заболевания вирусами. В лице новой болезни мы имеем дело с очень страшным и коварным врагом. Ежедневные сводки данных по заболеваемости и смертности лишний раз свидетельствуют о том, что борьба с вирусом еще не закончена. Даже скептики и маловеры, коих было немало в первую волну, осознают сейчас всю серьезность ситуации, уже чувствуют ответственность за происходящее. Только неукоснительно исполняя предписания врачей и рекомендации специалистов Роспотребнадзора, можно преодолеть и переломить эту ситуацию с минимальными потерями, сберегая людей. Запрет на богослужение, свадьбы на 10 человек и никаких новогодних гуляний. Руководитель Роспотребнадзора Республики предложил вести ряд новых ограничительных мер в связи с увеличением больных с COVID-19. Инициатива была поддержана и главой Республики. Подробнее в следующем сюжете. Нового года в Дагестане может не быть, по крайней мере, торжеств, связанных с ним. Среди предложений Роспотребнадзора – запрет на корпоративы и на праздники в образовательных учреждениях. Что касается иных коллективных мероприятий, то провести их можно будет в присутствии не более 10 человек. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания. Обеспечить совершение религиозных обрядов, ритуальное омовение, бракосочетание, отпевание, венчание, крестины. Или то это при ограниченном присутствии близких людей. Ну, не более 10 человек. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с ковидом. За последние сутки зафиксировано 112 новых случаев заражения. Возросло также количество госпитализации. На протяжении нескольких месяцев мы имели относительно стабильную эпидемиологическую обстановку. То есть количество госпитализации у нас не превышало порядка 200 человек в сутки. И тут развернутый коечный фонд. С 25 ноября мы отметили рост. И этот рост составил 264 человека в сутки. И 29 ноября мы получили 307 госпитализаций в сутки. И это не могло не вызвать наше беспокойство. Большинство заболевших, согласно озвученным данным, заразились ковид-19 на соболезнованиях, свадьбах и торговых центрах. В зоне риска оказались и мечети. Хотя образовательных учреждений в этом списке нет. Поэтому, как говорят специалисты, в переходе на дистанционное обучение пока нет необходимости. Но для граждан в возрасте 65 лет и старше с 4 по 17 декабря предлагают продлить режим самоизоляции. У нас увеличился, к сожалению, вот этот удельный вес заболевших людей старшего возраста. Пока это лишь предложение Роспотребнадзора, однако инициатива была поддержана Сергеем Меликовым. Теперь остается ждать соответствующего указа главы Дагестана. Сообщается, что новые правила не станут рекомендациями, а будут носить обязательный характер. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Напомним также, что на неделе указом в Рио главы Дагестана Сергея Меликова в республике был продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы. Он продлится до 17 декабря. Сам же в Рио главы Дагестана недавно заразившийся коронавирусной инфекцией по решению дагестанских и московских врачей, переведен в одну из больниц Москвы. Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана сообщает, что состояние Сергея Меликова удовлетворительное. Руководитель региона, как и ранее, продолжает работу в дистанционном режиме и будет придерживаться рекомендаций врачей до полного выздоровления. Новое назначение в Дагестанском Белом доме. Наш коллега, журналист и телеведущий, преподаватель кафедры журналистики, профессор ДГУ Рашид Акавов стал начальником управления администрации главы и правительства республики по информационной политике. Соответствующий указ подписал в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. Акавов окончил Дагестанский государственный университет, доктор филологических наук. Работал на разных должностях в ДГУ и ДГПУ. С 2017 по 2018 год возглавлял Министерство печати и информации Дагестана. В 2019 году исполнял обязанности главного редактора газеты «Юлдаш» на кумыкском языке. Даже солнечные лучи в дефиците. Места в городе мало, а жителей все больше. Людям хочется простора, да где же его взять, когда каждый метр на вес золота? Как точечная застройка превращает жильцов в бойцов? Смотрите в сюжете Алины Богиловой. Почему-то нам нет двора, закрывают всякие застройщики, приходят и закрывают наш двор. Почему? А наши дети куда должны пойти играться? Как муравейник везде дома. Дети играть у нас места нет. Лишь бы дома строить, машины ставить. Нам нужна детская площадка, это 21 век. Нашим детям нужно выйти никуда. В районе радиозавода по проспекту Акушинского настоящее противостояние людей с застройщиками. Жильцы общежития возмущены предполагаемым строительством дома. Ведь новая стройка, по их словам, буквально перекроет им весь обзор и лишит солнца и воздуха. Наступать в дочку места не бывает. Это что такое? Куда обращаться, мы не знаем. Вот каждый третий приходит себе что-то строить. Жильцы общежития считают строительство незаконным. По их мнению, застройщики, не имея на то основание, начали рыть котлован для новой высотки. Но, как оказалось на деле, документ на землю все же имеется. А закрыть вид на территорию, по словам застройщиков, это отнюдь не противозаконно. Мы просто хотели загородить свой участок. Мы ничего такого здесь не хотели. Чтобы здесь администрацию вызывать. Здесь все время машины стоят на нашем участке, как стоянку сделали. Застройщика народное ополчение ничуть не смутило. Как объясняет владелец земли, у жильцов и так есть большая придомовая территория, которую они почему-то не используют. По его словам, они вполне могли бы обустроить прямо перед домом. И детскую площадку, и зону отдыха, и даже сделать парковку. Я не понимаю, почему они возмешаются. Потому что у них вот вход в дом, вот здесь находится. И их дворовая, вот эта часть, которая у них была, они сами застроили. И еще без всяких разрешений на строительство. И теперь вот их двор тоже здесь находится. Это то, что они показывают, это находится задняя часть дома. На место предполагаемой стройки приехали представители власти. Они пресекли действия застройщиков до полной проверки законности документов на право собственности земли. На данном земельном участке выданного разрешения управления на территории городской города Махачкалы не имеется. Строительные работы на данном участке вестись не будут. Если будут приниматься попытки введения строительной работы, мы будем реагировать, привлекать сотрудников полиции. Данные работы будут нами приостановлены. Между тем, жильцы дома не намерены сдаваться. На боевом посту дозорное общежитие. Они в любой момент готовы дать сигнал тревоги. Хаос в городостроительной политике раньше нередко ставил людей и строителей по разные стороны баррикад. На чьей стороне правда сегодня покажет время. Но ясно, что истина. Судя по всему, где-то посередине. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Прокуратура Дагестана сообщает о росте экстремистских преступлений в сети интернет. В этом году выявлено более 60 случаев. Это на 15% выше показателя за тот же период прошлого года. Что такое сетевой экстремизм и как не попасть под соответствующую статью? Почему люди пренебрегают законом, легкомысленно относясь к опасным словам? Изучала вопрос Хатимат Ханапова. Среди российских пользователей соцсетей свыше 35 миллионов активных авторов. Но как часто каждый из них задумывается о своих высказываниях в сети интернет? Скорее всего, почти никогда. А между тем, за некоторые слова или публикации можно получить реальный срок. Светит он теперь и пользователю Инстаграм под ником Айша. Комментарий девушки признан публичным призывом к экстремизму. Еще удивляетесь, что ментов убивают. Надо самосуд устроить и публично казнить. Личность девушки быстро установили, а дело уже направлено в суд. За такой комментарий ей грозит до двух лет лишения свободы, а в лучшем случае она может отделаться штрафом. Есть и те, кто уже получил срок и заслушал свой приговор. 35-летней Шахруза Дейдбекова назначена два года условно. Установлено, что женщина умышленно размещала в интернете провокационные сообщения в виде комментариев. Она от того, что это в порыве сделала, или она случайно сделала, но она умышленно сделала и призыв опубликовала, напечатала в этом Инстаграме. А страдать будут ее дети. Эта женщина, мать детей, она осталась один на один со своей проблемой. Само то, что она признана виновной, то есть совершила преступление, это последующее отражается, как я многим пытаюсь объяснить. В большинстве случаев люди, которые попадали под статью из-за комментариев, даже не осознавали, что это может быть наказуемо. Но тут важно понять, незнание закона не поможет избежать ответственности. Поэтому так важно изучить вопросы, понять, какие высказывания могут быть отнесены к экстремистским призывам. Кроме того, можно посмотреть официальный перечень экстремистских материалов, размещенных на сайте Минюста, чтобы иметь представление о том, какие публикации государство запрещает распространять. К чему приезжает вообще данное законодательство? Если же человек не может ответить за свои слова, за свои поступки, какая разница, если он на его не может отвечать, так же нельзя ему эти же вещи делать и в социальной сети. То есть нельзя говорить такое или писать такое в социальной сети, за что тебя могут привлечь к ответственности. То есть надо следить за своими словами. Если даже человек пишет в комментариях что-то, и его слова носят такой угрожающий характер и так далее, ему надо хорошенько задуматься. Оскорблять и призывать к насилию недопустимо не только по закону, но и с религиозной точки зрения. По словам ученых-богословов, выражать свое мнение, каким бы верным оно ни казалось, нужно, обуздывая эмоции, сдержанно и без агрессии. Ислам любит всегда доброту, всегда мягкость. Сам посланник Аллаху, салли Аллаху, алейхи вассаляма, говорит, человек мягкостью может добиться большего, нежели грубостью. В своей жизни, своим примером, пророк, алейхи салатова, показал, как он объединил вокруг себя многих людей разных верований, разных убеждений. Они все собрались вокруг него, чем? Тем, что он был к ним мягок. Он понимал их, он вел с ними беседы, которые открывало разум, давало свет. И сегодня это не хватает многим нашим мусульманам, я подчеркиваю, мусульманам, которые ведут какие-то споры, дискуссии, комментарии в социальных сетях, но вместе с этим забывают, что они не делают так, как делал Аслан Николаеву, салли Аллаху, алейхи вассаляма. Конституция России гарантирует свободу мысли и слова, но любая свобода заканчивается там, где начинается нарушение закона. И об этом нужно отчетливо помнить, даже находясь в виртуальном пространстве, чтобы не попасть под статью за экстремизм. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. На неделе в России отметили День банковского работника. Рынок банковских услуг сегодня пестрит многообразием, от микрозаймов до масштабных кредитов на ведение бизнеса. Есть и особая категория банковских продуктов, те, что соответствуют всем положениям и нормам ислама. В чем отличие этого сектора финансовой сферы? И каковы здесь особенности? Узнавали мои коллеги. Финансовая компания «Ля Риба Финанс» функционирует в Дагестане вот уже 9 лет. Это первая в республике и самая крупная ныне организация, которая оказывает финансовые услуги, соответствующие всем нормам ислама. Главное отличие от обычного банка – это то, что предметом сделки, заключаемой на определенное время, является товар, стоимость которого строго оговаривается. Это позволяет клиенту избежать наложения в дальнейшем штрафов, пение и предотвращает любое завышение изначально оговоренной суммы сделки. Виды экономической деятельности нашей, по которой мы зарегистрированы в налоговой, это розничная торговля. Мы купили некий товар у оптовика и продаем его на определенных условиях нашему клиенту, где все условия этой сделки четко определены и изменению не подлежат. Более того, если у клиента, например, в какой-то пандемии возникли какие-то сложные обстоятельства, мы готовы дать какой-то там льготный период, подождать или войти в положение клиента. Что нельзя сказать о типичных банках, которые дают кредиты, они выдали кредит на условиях срочности, платности, возвратности, под платностью понимается уплата процентов, и, соответственно, при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств, клиент, тем не менее, обязан уплачивать дальше штрафы, пение в связи с несвоевременной оплатой. Еще выражаясь простым языком, человек платил по 10 тысяч, теперь он не может платить по 10 тысяч, но банк ему в ответ на эту сложность говорит, а теперь будешь платить по 12 или по 13, по 15. Этим отличаются, в принципе, исламские компании. Прозрачностью, более гуманным подходом и социальной ориентированностью бизнеса. Однако некоторые предпочитают обращаться за подобными услугами в другие финансовые организации, потому что в банках годовая наценка ниже, хотя и есть риск наложения в будущем штрафов и пений. Почему же все-таки наценка в исламских финансовых организациях иногда кажется больше? Для этого есть определенные причины. Наценки исламской компании на товар по сравнению с процентами по кредиту, например, в том же Сбербанке возьмем, да, для примера, то там, например, есть госпрограммы, где годовая процентная ставка составляет 6%. И некоторые наши земляки, ну, наверное, которые не сильно, на мой взгляд, осведомлены экономикой, у которых нет экономического образования, у которых, они задаются вопросом, почему так? Почему вы не можете накидывать те же 6%? В ответ хочется задать логичный вопрос. Знают ли они вообще, что такое налоги? Какие налоги мы должны платить? Приведу маленький пример. Налоговый режим, упрощенный системой налогообложения, который мы выбрали, обязывает нас платить в бюджет 6%. Ну, с недавних пор 3, но в целом это 6% по России. То есть это наиболее оптимальный для нас налоговый режим. 6% мы должны платить в бюджет, при том, что Сбербанк уже дает, например, льготный кредит под 6%. Каким образом нам конкурировать с ним, при том, что нам нужно, помимо этих 6%, это дивиденды вкладчиков, это реклама, это маркетинг, это зарплата, это налоги, это коммуналка, это наша прибыль, это косвенные расходы. Мы все это должны умножить на ноль и ограничить только этим. То есть если кто-то из наших телезрителей сможет нам предложить какую-то схему, более правильную с юридической точки зрения, с исламской точки зрения, с налоговой точки зрения, и скажет, что вот вы можете реализовать эту схему и действительно накидывать на свой товар не 15-20, а 6 или 7, то мы с удовольствием вознаградим этого человека. Однако послам Мурада Алискирова никто так и не смог до сих пор предложить лучший вариант таких услуг, которые бы соответствовали как исламским, так и российским законам и имели наценку ниже. Но тем не менее компания «Лярибафинанс» с послами руководителя стремится по возможности удовлетворять все запросы клиентов. К сожалению, пока не все получается, но тем не менее у нас появились тарифы, которые за последние 3-4 года все ниже и ниже становятся. Мы к этому движемся. Ну и я надеюсь, в какое-то время будем, по крайней мере, каким-то образом приближаться к тем показателям, которые хотят видеть наши клиенты. Но отмечен важный момент. Многие сотрудники банков являются нашими постоянными клиентами, в том числе сотрудники Сбербанка. Это уже о чем-то говорит. И второй момент. Нашими клиентами, многие думают, что мы только с мусульманами работаем, это глубокое заблуждение. Мы работаем со всеми клиентами, которых удовлетворяют наши условия. Исламские финансовые компании, как уже было обозначено, не дают сами деньги в долг, а лишь предоставляют товар в рассрочку на определенное время и со строго оговоренной суммой, что соответствует всем канонам ислама. А как же быть с теми, кто не может отдать деньги вовремя? Со злостными неплательщиками, а бывают, увы, и такие, обычно проводится профилактическая беседа, а затем принимаются меры в соответствии с нормами шариата и законами Российской Федерации. Вопрос развития исламского банкинга по сей день в нашей стране очень актуален. Однако, по славам Алискерова, полноценное его решение невозможно без помощи и содействия государства. Найти свою вторую половину один раз и на всю жизнь – дело простое и сложное одновременно. Да и самостоятельно получается это не у всех. В роли свата в Дагестане зачастую выступают многочисленные родственники, но и тут не всегда все бывает гладко. Уже четыре года на базе муфтията существует центр создания семьи, где любой желающий может получить помощь в создании семейного очага. С просьбой найти кандидатуру мужа или жены обращаются даже из других стран. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Как правило, те, кто приходят сюда, ищут особого спутника жизни – верующего и богобоязненного, чтобы заключить крепкий союз на основе веры и уважения. Именно так можно сказать о паре, которая ровно четыре месяца назад создала свою семью. Савдат и Мухаммад познакомились через этот центр. Они называют это судьбой и благом от Всевышнего. Мне как-то они звонят. Вы не хотите вот так вот так познакомиться. Были другие кандидатуры. Из этих всех кандидатур Мухаммад был старше. Я выбрала его. Мне кажется, что это нас вел Всевышний. Конечно. И через центр создания семьи. Ему 74, ей 54. Мухаммад после смерти жены жил один, но услышал по телевизору, что есть такой центр, который помогает найти спутника жизни. Просто пришел, заполнил анкету и же через неделю ему позвонили и сообщили, что есть три кандидатуры. Делится, что выбрал, основываясь на интуиции туч, ее фото даже не посмотрел. Говорит, имя понравилось. После одной единственной встречи в центре понял, что именно с ней хочет прожить до конца жизни. Я ее видеть не видел. Не просто вот какую-то... Я даже не знаю, не могу сказать, что это такое. Когда поговорил я с ней, вышел, твой родной брат мне говорит. Ну как? Я говорю, она моя женщина. На вопрос, с какой он представлял себе жену, герой сюжета отшучивается, что идеальный, той самой, которую нашел. Говорит, и представить не мог, что будет так доволен своим выбором и везением. Какую ты хотел? Вот такой, какая ты. Савдат была работницей Центра создания семьи, но и подумать не могла, что встретят именно здесь свою судьбу. Она рассказывает, что из всех возможных кандидатур сделала выбор в пользу своего супруга не случайно. Богобоязненность, вера во Всевышнего, мудрость были для нее ключевыми качествами в выборе своего человека. Если человек верит в Аллаха, если человек совершает намаз, то, как вам сказать, в этом человеке, значит, есть все. И честность, и трудолюбие, и любовь к людям, и отношение вообще к окружающим. Мне кажется, в этом есть все. И первое, когда я его увидела, он мне, когда вот рассказал о себе, я ему говорю, вы читаете намаз? Сколько лет вы читаете намаз? Герои нашего сюжета советуют не стесняться обратиться за помощью в Центр создания семьи. По их словам, специалисты Центра делают все возможное, чтобы одинокие люди обрели здесь свою дорогу к счастью, создав крепкую и счастливую семью. Наш муфтият Дагестана очень хорошо придумал, что у нас есть такой фонд, что человек, который одинок, что ему есть куда обратиться. Директор Центра Элизван отмечает, что поиски спутника жизни занятие довольно-таки нелегкое. Работники Центра стараются подобрать к каждому обратившемуся сразу несколько вариантов, которые наиболее соответствуют их ожиданиям. Человек к нам приходит, мы анкетируем, то есть здесь есть такие вопросы, которые самые такие для нас, для нашей работы необходимые. Здесь есть информация о самом человеке и информация, какого супруга или супругу он хочет. Если раньше для подачи заявления надо было прийти непосредственно в Центр, то сейчас можно дать объявление на их официальной инстаграм-странице без имени и фото, чтобы в наличии были основные сведения. По мнению специалистов, это ускорит процесс поиска подходящего человека. Центр создания семьи создан при Центральной мечети. Это значит, что муфтият республики имеет непосредственное отношение к его работе, поощряя создание новых семей по нормам шариата. Для любого мусульманина является желательным вступить в брак, так как это идет от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Есть хадис пророка, в котором говорится, женитьба – это моя сунна, это мой путь. Находясь здесь, работая имамом, приходит очень много людей, которые хотят создать семью. И когда есть большой поток людей, была необходимость создать уже отдельный центр для того, чтобы работать в этом плане. Алина Пагилова, Муса Салгиреевна, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Вот уже 25 лет в Дагестане функционирует женское общество мусульмат. Создано оно силами и стараниями активных мусульманок. Здесь уверены, что женщина должна идти в ногу со временем, но при этом не забывать основы своей религии и своих традиций. О работе мусульманского женсовета в сюжете Зумруд Гамидовы. Бис-милля-ю-ра-хман-ю-ра-хмин. Это уникальное место, где любой может ощутить тепло общения и внимание. Здесь всегда можно найти поддержку в сложной жизненной ситуации и всегда окажут помощь в решении проблем. Здесь каждый чувствует себя членом большой и дружной семьи. Это мадресе мусульма для девушек-мусульмана, которые готовятся стать женами и матерями. В этом учебном заведении девушкам преподают как общеобразовательные дисциплины, так и религиозные. Основная цель – это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и поддержка семейных ценностей, традиций. Вот уже 25 лет здесь проповедуют общечеловеческие ценности, занимаются возрождением духовности. Женщин всех возрастов бесплатно обучают основам ислама и арабскому языку. Сотни молодых и взрослых мусульманок в стенах мусульмат научились совершать намаз, читать Коран и обучились основам религии. Воспитанницы изучают также и русский язык, историю Дагестана и даже азы медицины. В общем, все то, что может пригодиться девушке. На самом деле, очень многому, начиная с духовного образования, заканчивая с развитием многих качеств, которые должны быть у каждой девочки. Начиная... Ну, на самом деле, пока что очень многому научилась, чего до сих пор не знала. Тайбат Сулейманова здесь 2012 года. Сперва окончила школу хафизов, затем и школу духовной красоты. Теперь девушка сама обучает основам религии и изучению Корана. Когда я поступила в школу духовной красоты, здесь открыли и школу хафиза, этот год. И я подумала и осознанно пришла к этому. Но я думаю, это самое главное для человека жизни. Для меня это самое главное. Вот религиозное образование, преподавать. Но я не могла свою жизнь по-другому представить, из чисто. Обучается в мусульман от женщины всех возрастов от 7 до 70 лет. Нередкий случай, когда за одной партой сидят бабушка и внучка. Бабушку больше интересуют упущенные в свое время вопросы веры, а девочку – домоводство или вопросы семьи и отношений. А самому маленькому воспитаннику Ахмаду всего 5 лет, но он уже успел многому научиться. За эти годы было проведено огромное количество встреч, выездов и мероприятий. Параллельно ввели непрерывный учебный процесс. А во время карантина занятия с девочками продолжались в режиме онлайн. На сегодняшний день мусульман имеет 20 филиалов в городах и районах. Есть такие сильные села, есть такие сильные районы, где очень сильно поставлена работа в плане женского воспитания, женского обучения и по хельсу Корана. Там также учат мусульманок стойкости духа, противостоять соблазнам и вредным привычкам. А значит, эта школа духовной красоты способствует оздоровлению современного общества. Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Впереди большие планы и новые цели по сохранению. семейных ценностей на основе дагестанских традиций. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале проходят мероприятия для старшеклассников и студентов, задача которых подготовить молодых людей к семейным отношениям. Эта программа реализуется в рамках проекта «Школа семейного счастья». Один из таких семинаров состоялся в гуманитарно-педагогическом колледже. В актовом зале собралось около 200 учащихся. «Как все прошло?» узнавал Хамзанур Магомедов. «Готовка, да? Кто должен этим заниматься?» Тренинг «Что следует делать мужу и жене». На сцене три доски с надписью «Муж, жена» и «Муж и жена». Ведущий задает вопросы, а студенты выбирают, кому в семье предпочтительнее заниматься тем или иным делом. «Четырнадцатый. Уборка». «Довольно стремительно, парни, отворкать». «Когда распадается семья, вот эти все обязанности, вот это дерево, оно высыхает. Вы представьте, что происходит с этой семьей, что происходит с ребенком, который растет там, где высохло вот это дерево жизни. Видите, большая часть обязанностей несут и муж, и жена вместе». Для студентов в этот день организовали насыщенную программу. Религиозные деятели и эксперты-психологи рассказали молодым людям о подготовке к семейной жизни и ответили на их вопросы, которые они задавали анонимно по телефону. «Мне очень понравилось это мероприятие, так как оно было очень увлекательным и интересным. Многие поняли, что для нас важно будет в будущем. И мы, рассуждая об этом, понимаем, то, что в будущем в каких-то местах мы должны будем выступать парням или девушке, должны будут какие-то обязанности делать. И для нас это очень в будущем пригодится, я считаю». «Многие смогли найти ответы на свои вопросы. Некоторые порой боятся спросить об этом, но речь наших психологов, я думаю, во много помогла молодежи. Для растущего будущего поколения задуматься о том, что правильно и как им следует поступать в будущем». В ходе мероприятия студентам также показали социальный ролик на тему взаимоотношений с противоположным полом. Проект «Школа семейного счастья» получил поддержку от Федерального агентства по делам молодежи и реализуется в Махачхеле на площадках учебных заведений столицы. «Мы знаем, что сейчас западная культура навязывается молодежи, идет неправильная промывка мозгов и в данном направлении это проект очень актуальный и я бы хотел бы, чтобы на следующий год он более расширялся и охватывал наибольше по масштабам и так далее. На сегодняшний день, как я знаю, что более тысячи человек охвачено, это и школы, и вузы, и СУЗы, это прекрасная динамика, это тот самый пласт, который мы должны подготавливать к будущей семейной жизни». «Это доказательство того, что можно и нужно переходить от формальных мероприятий до такого галочного формата к таким реальным форматам, где максимально плодотворно проходят мероприятия и по лицам даже студентов было видно, как они с интересом слушают, что им нравится, что они получают пользу и очень понравилась организация на высшем уровне». Мероприятия подобного формата, как отмечают организаторы, будут продолжаться. А главная цель подготовить молодежь к будущей супружеской жизни и сократить количество разводов в Дагестане. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. «День инвалидов» отметили на неделю в Махачкалинской спортшколе имени Магомеда Джафарова. Там прошла боготворительная акция, где чествовали успешных атлетов, которым физические особенности не мешают тренироваться и достигать мировых вершин. Тему продолжит Курбан Рагимов. Ограниченные возможности, но неограниченные способности дагестанские паратокфандисты ежегодно входят в число мировых лидеров. Трое спортсменов уже завоевали право представлять Россию на Паралимпийских играх в Токио. Серьезные коррективы в планы команды внесла пандемия, однако цели остаются прежними. «Мы уже за короткое время, уже третий сбор проводим с сентября месяца. То есть сейчас команду опять форму приводим как то, что было в начале марта месяца. В марте месяца они были очень хорошей формы, потому что мы готовились к Паралимпийским играм, и они уже были все заряжены. Ну а здесь такая ситуация, что сейчас опять все по новой начинается. Единственная у нас проблема, конечно, из-за того, что все международные старты отменили. Непонятно, какой будет календарь». Вслед за Даниилом Сидоровым, Магомед Загиром Исал Дибировым и Зайнудином Атаевым еще одну путевку на игры в Токио постарается добыть махачкалинка Марьям Салимгиреева. Сейчас 22-летняя спортсменка готовится к лицензионному турниру, который пройдет в конце января в Болгарии. Впереди сборы и финальная часть подготовки. «У меня в январе будет европейский турнир, который относится к Олимпиаде. Если я забою первое место, то, естественно, я попадаю на Олимпиаду». «А вот у нас как раз помещается сбор в городе Нальчик, Кабардино-Болгарии. И вот у нас будет 18 дней сбора». Успехи тэквондистов вдохновляют их младших товарищей по команде. Об этом говорили начествование спортсменов школы имени Джафарова. В рамках реализации Минспортом Республики госпрограммы «Доступная среда» воспитанникам учреждения, занимающимся паратэквондо, а также членам сборной команды Дагестана вручили спортивную экипировку. «Иссал-Димиров загрязь». «От души вас поздравляю еще раз с вашим международным днем, желаю здоровья, счастья вам, вашим близким, родственникам. Я надеюсь, что мы в таком же составе встретим вас в самолеты с Олимпийских Игров тоже. «От души поздравляю». Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. «Спорт против терроризма». Под таким девизом в Махачкале накануне прошел турнир по волейболу, организованный Муфтиятом Дагестана. Соревнование поддержало и Министерство по национальной политике и делам религии, а также Министерство спорта Республики. Кто по итогам напряженных игр стал обладателем Кубка Муфтията? Узнаем в следующем сюжете. Накал страстей и воля к победе за почетный трофей в стенах спортзала Дагао боролись из разных уголков Республики. На первом этапе участники состязались по круговой системе. Их разделили на две группы, где только два самых успешных коллектива смогут попасть в полуфинальную стадию. У нас в игре принимает участие 12 команд. В них принимает участие руководитель отдела просвещения, председатель совета имамов районные и отдел просвещения Махачкалы. Несмотря на то, что имамы и руководители отдела просвещения не были готовы и играют впервые, чувствуют то, что соревновательный дух дагестанцев, это как заложено у них воля к победе. На групповом этапе правила игры упрощены. Чтобы проявить свои лучшие качества, у участников есть одна партия до 30 очков. Оттого борьба на площадке более чем захватывающая. Игроков активно поддерживают болельщики, они буквально гонят свои команды вперед. Несмотря на то, что мы первый раз выступали, очень славная была игра. Уже пять раз наши ребята выступали и пять раз одержали победу. И вот вышли в финал, сейчас ждем, дальше тоже готовимся. Каждый должен болеть за свою команду, как и я сегодня болел за свою команду, мы переживали. И хотя это переживание тоже у нас за грань не выходит, она, мы между собой все очень дружелюбно, аккуратно. К проведению турнира здесь подошли основательно. В перерывах между играми всех участников и гостей ждал горячий обед и кофе-брейк. Во время решающих встреч игроков поддерживали именитые спортсмены и религиозные деятели. В первую очередь, когда турниры на таким высшем уровне проходят, и ребята расслабляются немножко и друг друга узнают получше, укрепляется братство, улучшается взаимоотношение, как-то обдумывают в перерывах там планы о работе и так далее, обмениваются опытом. Я думаю, это указывает только лишь на позитивные эмоции. На самом деле все районы и округа сюда приехали, собрались, и для нас можно сказать такой небольшой праздник, поэтому большое спасибо организаторам турнира. В этот день команда Лакии была неудержимой и в стадии плей-офф. В финале они взяли верх над патриотами и завоевали почетный кубок, а бронзовые медали достались команде Эхогор. Победители и призеры турнира получили денежные премии и награды из рук организаторов представителей Муфтията, Минспорта и Миннация Республики. Курбан Рагимов, Халид Ахмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова